Сегодня суббота, 28 марта. Московское время 22 часа 59 минут и мы начинаем прямую трансляцию второй игры весенней серии «Что, где, когда» 2015 года. Ваша жизнь игра против телезрителей. Сегодня играют экономист-математик Егор Барданов, СЖ «Ижевск», экономист Евгений Фионов, Санкт-Петербург, математик Эльдар Низамов и инженер-исследователь Никита Баринов представляют Саров. Сотрудник пресс-службы Александра Золотова, Заречный, и капитан команды, специалист по экспорту изотопов Константин Рудер, Озерск. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Против команды Константина Рудера сегодня играют Ольга Капченко, Тилбург, Василий Кривцов, Анарборг, Кирилл Смирнов, Москва, Владимир Бударин, Муром, Сектор Блиц, Константин Барберосян, Ереван, Сергей Анисимов, Караганда, Калина Маркина, Интерборгский, Сектор Супер Блиц, Вадим Юрьевен Волгоград, Вера Спецкая, Микуты, Анна Иванова, Санкт-Петербург. АПЛОДИСМЕНТЫ Тринадцатый сектор. Весенние игры. Что, где, когда. Телезрители против знатоков. Играем, как всегда, до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Сегодня за столом играет команда, которая за два сезона из команды нашего спонсора, госкорпорации «Росатом», превратилась в одну из лучших команд клуба и завоевала право играть в юбилейном сороковом сезоне в играх фаворитов. Напоминаю, что в весенней серии играют лучшие команды клуба. Господин Рудер, скажите, вы уже ощущаете себя командой фаворитов? Командой фаворитов нет. Нет? Достойная, хорошая команда, я думаю, мы можем себя ощущать. Ну, то, что вы достойная, хорошая команда, это безусловно. Почему так скромно, Константин? Ну, я думаю, команда фаворитов выиграла финал 2014 года у нас. Команда Олеся Мухина. Давайте сверху посмотрим. Суперблиц. Три вопроса по 20 секунд размышлений на каждой и играет один знаток. Кто останется за столом? Очень хочет остаться Никита Баринов. Никита Баринов. Чтобы одержать победу в этом раунде, Никите нужно ответить на три вопроса подряд. Господин Баринов, компания Бинстрахование учредила приз для знатока, который в этом сезоне сумеет выиграть Суперблиц. Если таких игроков будет несколько, то в финале года приз вручат тому, кто одержит победу последним. Но пока вам, вы можете стать первым кандидатом. Так, Никита, еще перед первым вопросом маленькое замечание. В зимней серии вы играли Суперблиц. Помните? Был дел. Вы сумели ответить на вопрос о Петре Втором, но не смогли справиться с вопросом о Николае Первом. Кровен ступил. И мы для начала доиграем прошлый Суперблиц. Вопрос был третьим, а сейчас, внимание, вопрос первый. Даниил Щетинин из Самары спрашивает, что, согласно народной молве, мешает Коле догнать Петю. Я не буду всю минуту, все 20 секунд использовать. Насколько я помню, Исаакий мешает. Дело в том, что в Петербурге есть два памятника. Один Николаю Первому, второй Петру Первому. И один как бы догонял бы второй, но между ними находится Исаакиевский собор. Посмотрите на экран. Шуточная поговорка. Коля Петю догоняет, да Исааки им мешает. Продолжаем Суперблиц. Внимание, вопрос второй. Людмила Кузьменко из поселка Сусанино Ленинградской области интересуется, что на ассамблеях времен Петра Первого представляла собой диссертация. Так было принято называть награждение отличившихся на вечере гостей. Прошу, Никита, ваш ответ. Ассамблеи Петра Первого были известны тем, что там, к сожалению, много пили. И знаю, что примерно в это время выдавалась медаль за пьянство. Правда, она была такая, скорее, позорная. Ну, может быть, их отличившихся, ей отличившихся награждали. Ваш ответ понятен. Медаль за пьянство. А теперь, внимание, правильный ответ. Диссертация. На какое слово похоже? Была версия про диссерт, но, возможно, не отобрал. В диссертации на Петровских ассамблеях было принято называть награждение отличившихся на вечере гостей десертом. 1-0. 1-0 в пользу телезрителей. 50 тысяч рублей от Банка Москвы получит Людмила Кузьменко из поселка Сусанин. Интересно знатоков защищает директор департамента коммуникации Госкорпорации Росатом Сергей Новиков. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, господин господин. Сегодня для знатоков очень важная игра. Проигрывать никак нельзя. Как вы напутствовали команду? Я им сказал, что не слушайте, когда ведущий будет вас называть хаворитами, лучшей командой, все это вспоминать, потому что прошлых заслуг не бывает. Ну и кроме того, мы ждем от вас, конечно, искусствоведческого пакета вопросов, поскольку вы знаете, что у нас физиков иногда с лирикой плохо, и будете, несомненно, бить в это слабое место. Сергей, скажите, если не называть команду фаворитом, вы скажите, как называть? Я так и буду. Но команда Константина Рудера, либо команда Росатома, это будет приемлемо. То есть, того, что... Не сильная, не слабая, как бы... Называйте их теми, кто они есть. Просто по именам. Например, да. Интересный телезритель. Извещает президент Банка Москвы Владимир Верхошинский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне по секрету, сегодня Сергей Новиков не просил вас особо не привередничать? Нет, не просил. Не поступало такой просьбы от него? Господин Новиков меня о таких просьбах никогда не просит. Владимир, вы знаете, но на прошлой игре мы с вами, наверное, может быть, на насчет повлиял. Ответ, конечно, за светофоры мы засчитали, может быть, напрасно. Ну почему? По-моему, был... Там все-таки был такой неточный ответ. Но он был скорее более полный. Ну, не полный, скажем так, не полный. То есть вполне можно было не засчитывать. Давайте сегодня как-то построже с вами будем. Господин Борщевский, добрый вечер, я знаю, что вы в зале, я уже вас видел. Здравствуйте. Скажите, а вот как вы считаете, вы видели этот вопрос на прошлой игре? У меня интересует даже не этот вопрос, а принципиально. Знатоки обязаны отвечать полностью на вопрос. Вот я уважаемым телезрителям объясню. Вот, предположим, у меня был вопрос с ответом хоккеист. А знатоки отвечают хоккейные врата. Вроде он хоккеист, и правильно. Но почему откинули остальных хоккеистов? Непонятно. Я и скажу из следующего, что ответы в клубе «Что, где, когда» – это не экзамен по ЕГЭ, где надо правильно заполнять клеточки. И это даже не автор реферат кандидатской или докторской диссертации, где выводы, выносимые на защиту, должны быть сформулированы абсолютно конкретно и корректно, и безукорительно. Это игра интеллектуальная, это игра на озарение, на ассоциацию, не на знание. Знание – это как один из инструментов. Поэтому это творческий процесс. Давайте в сути перейдем. Творческий процесс не может быть абсолютно идеально сформулирован. Если знатоки уловили смысл вопроса, поймали нить и сформулировали правильно, ну, правильно я имею в виду, ну, часть ответа, это правильный ответ. Я вам проведу простой пример. Вы, когда вам называют в ответе правильный ответ, в смысле точное слово, но не могут объяснить, почему. Вы ведь не засчитываете очко, вы не даете очко, хотя слово названо правильно. Значит, важно понять суть вопроса. И вопрос про светофор, да, он не был идеально сформулирован, ответ я имею в виду, но суть была поймана правильно. А эта игра об этом, в отличие от других интеллектуальных игр, эта игра об этом. Вы просто, просто добрый человек, господин Борчевский. Второй раунд. 13.tvigra.ru По этому адресу в интернете вы, уважаемые телезрители, во время прямого эфира можете прислать вопросы в 13-й сектор. И когда Волчок укажет на 13-й сектор, один из ваших вопросов я задам знатокам. Господин Барин, смотрите, как интересно. Вы в прошлый раз не ответили на второй вопрос, но теперь мы знаем, что на третий ответили бы. Может быть и сегодня вы бы на третий вопрос ответили, но вы его не услышали. Как-то вам в следующий раз главное пройти второй вопрос. Я буду стараться. Вы знаете, но по нашим исследованиям, уже последние лет 8 супервлиц не выпадал первым вопросом. Вам повезло. Анарбор. Против вас играет доктор философии Василий Кривцов, город Анарбор, США. Ровно 10 лет назад, господин Рудер, Василий Кривцов впервые сыграл против знатоков и тогда выиграл. Правда, впоследствии играл еще трижды и три раза проиграл. Посмотрим, как будет сегодня. Вопрос снят самим телезрителям. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В черном ящике находится кулинарное изделие, которое американские горнолыжники ассоциируют с тем же, чем русские горнолыжники ассоциируют орудия сельскохозяйственного труда. Внимание, вопрос. Что же находится в черном ящике? Я думаю, это пицца. Это пицца, послушайте. Это пицца. Пицца, потому что он показывает рот. Нет, потому что тормозит. Никита, твоя вера. Пицца, послушайте, это точно. Это лук, по-русски. А лук, по-русски. А американцы? А американцы с пиццей, да, какая-то другая. А, в черном ящике лежит кулинарное изделие. Пицца, кусок, кусок. Именно потому что ноги так держал под рукой. Да, да, да. Хорошо понял. Вот эта картошка прижала, это пицца. Ты знаешь, Никита, от плуга твоя версия, что из этого? Нет, все правильно. Это орудие, тут это проверяется. Это орудие просто русские, а американцы. Это он ноги поставил вот так. Все. Что-нибудь будет еще у нас? Нет. А вопрос там, что было? Именно кулинарное изделие, которое находится в черном ящике. Господин ведущий. Да, господин Рудеров, у вас еще 15 секунд есть. Да. Вы готовы отвечать? Да, мы готовы отвечать. Прошу вас. Отвечать будет Евгений Феонов. Прошу, Евгений, отвечайте. Мы считаем, что в черном ящике кусок пиццы. Откроем черный ящик. Там пицца. Уважаемые телезрители, при торможении лыжи расположены под углом. Наши горнолыжники говорят тормозить плугом, а американцам это напоминает кусок пиццы. 1-1. Господин Новиков, Сергей. Команда «Росатома», по-моему, стала первой командой в истории клуба, которая стала использовать, как говорят в спорте, обратную замену. Осенью прошлого года Ирина Низамова заменила своего мужа Ильдара, а сегодня Ильдар сменил Ирину. Ирина, добрый вечер. Объясните мне, пожалуйста, Ирина, вы же прошлой осенью были признаны лучшим игроком в команде, сумели выиграть в Супер Блиц, и вас заменили. Можете объяснить, почему? По семейным обстоятельствам. Ну, а можете, так сказать, раскрыть, что за обстоятельства? Нет, это секрет. Это секрет. Господин ведущий. Не будете. Да, господин Новиков. Я просто хочу сказать, что в этом и есть смысл замены. Когда один игрок покидает поле, в данном случае стол, а потом возвращается. Если бы Ильдар не вернулся, это была бы тогда не замена, а там, ну, я не знаю, что угодно. Дисквалификация какая-то. А мы все время говорили, что Ильдар, он у нас находится в команде и будет играть. Поэтому вот сегодня как раз настал тот самый случай. Ирина, ну, хоть вы секрет не раскрываете, но вы мне скажите. Вы за команду переживаете сегодня, да? Но я вас попрошу, вы только сильно не переживайте, мало ли что. А я не надеюсь скоро увидеть вас за столом. Третий раунд. Господин Низамов, скажите, пожалуйста, я правильно понял, что это за секрет? Почему Ирина не играет? Не могу, не могу сказать. Не можете сказать. Но я тогда должен сказать, Фильдар, вам, что вы избрали довольно интеллигентный способ вернуться в команду. Господин Орик, может, вы знаете, вот дали бы ребятам поиграть вместе за столом, и ничего бы не было. А то, видите, что творится. Жена с мужем друг друга высаживают по очереди. Они выполняют задания президента, господин Ильич. Не буду уточнять. Волгоград. Против вас играет менеджер Вадим Еремин из Волгограда. Господин Рудер, в 60-х годах на дорогах Волгограда можно было встретить грузовики, помеченные зелеными флагами, водители которых не соблюдали скоростной режим. И если кому-то из сотрудников ГАИ пришло бы в голову остановить такую машину и забрать у шофера права, то он потом получил бы строгий выговор от начальства. Внимание, вопрос. Что это были за грузовики и куда они торопились? У нас досрочный ответ отвечает Никита Баринов. Досрочный ответ должен быть точным. Прошу вас, господин Баринов. В это время возводили монумент, известный как Родина-Мать, и возили цемент. Причем цемент этот делали относительно далеко от самого монумента, и поэтому его, так сказать, в почти готовом виде грузили в эти машины. И если бы машина остановилась, он бы там просто застыл. Поэтому их нельзя было останавливать. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. В это время на Мамаевом кургане шло строительство монумента Родина-Мать. Можете посмотреть на экране, освежить в памяти. Это все точно. Пять с половиной тонн бетона потребовалось. Цемента, бетона. Бетона мешалок не хватало, и часть бетона доставляли на грузовиках с зелеными флагами. Господин Верхошинский, вы специалист по цементу и бетону? Господин Верхошинский, я не специалист, но, по-моему, вы как-то привередничаете сегодня. То есть вы считаете, что по духу... Я считаю, что вот как господин Борщевский сегодня высказал. Вы понимаете, господин Борщевский так долго мне давал наставление, что в итоге я ничего не понял. Знаете, когда так долго человек говорит, то... Ну, по-моему, Борщевский, цемент и бетон это одно и то же, с вашей точки зрения, вообще? Бетон делают из цемента, а вас не интересует марка бетона, которую возили, нет? Марка нет. Нет, хорошо. Но суть вопроса заключается в том, чтобы не застывало. Цемент можно возить и потом разводить цемент? Баринов слово, чтобы не застыл, сказал... Но цемент же разводят водой. Вы хотите, чтобы Баринов еще и в цементе разбирался? А вы... А в чем тогда суть? Что это было в Волгограде? Суть в том, что это было... Ну, достаточно. До строительства Бармавого Кургана. Дополнительную минуту на размышления заработал для своей команды Никита Баринов. 23 часа 24 минуты в Москве. 2-1 в пользу команды Константина Рудера. Четвертый раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков в этом сезоне, присылайте свои вопросы по электронной почте адрес вопрос-собака-тв-игра.ру либо по почте 127-427-Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Всегда жду ваших вопросов. А сейчас можно присылать 13-й сектор. Господин Баринов, смотрю, у вас хорошее настроение. Пока. Пока, да. Так, что-то с насвал человек-то не остановился еще. Тилбург. Против вас играет студентка Ольга Капченко. Город Тилбург, Нидерланды. Внимание, господа, натюрморт. На картинах художника Вильяма Класса Хеды, как и на картинах других голландцев, можно встретить ремеры. Ремер – это средневековый кубок для питья. Внимание, вопрос. Для чего на ножках ремеров делали украшения в виде виноградной лозы или ежевичных ягод, например? Чтобы не соскальзывал, может быть. Ребят, чтобы не соскальзывал, когда его берешь. Может быть, нет? Или чтобы индивидуальная рука. Неудобно, чтобы меньше пили. Чтобы она тебе выпадала. Нет, наоборот, удобнее держать будет. Ребят, а могли в ладах, например, ее пышать? Неудобно, неудобно держать. А кубок для питья? Рядом он разбитый. Это стеклянное или железное? Егор, мне говори, я не сомневаюсь. Рядом он разбитый. Ну, действительно, там, могли бы его, например, не руками голыми держать, а в перчатках каких-то еще. А, слушайте, платные перчатки не могут быть платные перчатки. Но, чтобы удобнее было держать, чтобы он не соскальзывал. Нормально, нормально. Средневековый, средневековый. Средневековый. Яд не может быть там хранится. Может, это особенности плавки? Стекла какие-то, могли бы... Виноград... А, да че ты? Виноград не invasive лика нам что-то не даст. Виноград не invasive лика что-то на дает. Кто? Вильяр? 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 Рядом биты речи. Будем брать, наступанную смену? Итак, кто отвечает? Господин Рудер, кто отвечает? Евгений Фёнов попробует ответить. Простите, если несложный, вопрос. Отвечайте. Для чего на ножках Рёмера делали украшение? Ну, предположим, что такие украшения делали не просто так, а под заказ под определенного человека, дабы этот бокал с помощью вот этих вот украшений идеально ложился ему в руку. Ваш ответ понятен. Теперь, внимание, правильный ответ. Узор на ножке выпуклый. Егор Барданов говорил, но не смог. Еще бы вот аргумент, Егор, и вашу версию бы взяли. В те времена люди, как правило, ели руками. Вилок не было. И такой выпуклый узор делали для того, чтобы бокал не выскользнул из жирной руки. Два-два. 60 тысяч рублей заработала Ольга Капченко из Тилбурга. Пятый раунд. Уважаемые телезрители, игроки команды Константина Рудера тщательно готовятся к каждой игре. Никита Баринов, например, в день игры пробегает 8-10 километров. Сегодня бежали, Никита? Да, конечно. Егор Барданов непременно съедает шоколадку. Егор, съели сегодня? Обязательно. Вам помогла, кстати. Александр Золотова смотрит старые игры «Что, где, когда». Александра сегодня смотрели? Да. А вы смотрите игры со своим участием? Или других? Нет, нет. А капитан команды во время подготовки не разрешает разговаривать о будущих играх. Константин, почему? Ну, потому что они могут быть, а их могут не быть. Может не быть. Поэтому нет смысла говорить о том, что еще неизвестно. Из суеверных соображений. Ереван. Против вас играет кандидат филологических наук Константин Мартиросян, город Ереван, Армения. Господин Рудер, вопрос снят нашим корреспондентом. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Однажды во время лекции по русской литературе в Корнельском университете Владимир Набоков погасил свет в аудитории, а потом включил одну люстру и сказал «Это Пушкин на небосводе русской литературы». Затем включил вторую люстру и сказал «А это Гоголь». Включив последнюю, воскликнул «А это Чехов». Внимание, вопрос. А каким образом Набоков объяснил студентам, что такое «толстой» в русской литературе? Он открыл шторы. И когда хлынул солнечный свет, он сказал, что это «толстой». Ты знала? Нет. Ну просто тебе озарим. Что-то что, дверь открыл? «Толстой»? А не могу я все включить? Ребята, ребята, он между ними был? А, ну да, получается, Пушкин это все искусственно? Нет, 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 они все прекрасны. Но «толстой» все объемлющ. То есть он после чехов… А почему тогда он не все лампы включил, что там все засверкало? Что он еще мог сделать? Он мог зажечь что-то, что у него было с собой фонарик еще. А может, он наоборот свечил? А вот свечил наоборот. А вот свечил наоборот. А вот свечил наоборот. Толстого Набоков представил так. Он раздернул шторы, которые до этого были задернуты. И когда в комнату хлынул дневной свет, он сказал, а вот это «толстой». А при чем здесь шторы? Там же про включение люстры вопрос. Ну, он сначала сделал в аудитории темно, включал свет. И вот когда весь свет, уже весь, какой возможно было в комнате сделать, вот это уже «толстой». Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Внимание, Александра, на экран. Владимир Набоков подошел к окну, поднял штору, в аудиторию ворвался дневной свет. А это «толстой» в русской литературе. 3-2. Александра Золотова приносит третье очко своей команде. Уважаемые телезрители, весенние серии этого года играют фавориты лучшей команды клуба. Команда Константина Рудера ведет борьбу с командами Балаша Косумова, Виктора Сидьева, которые еще не играли, и команды Андрея Козлова, которая одержала победу неделю назад. Господин Козлов, здравствуйте. Где, Господин Козлов? Потеряли вас? Вот он я. Как ваши дела? Отлично. В случае победы, напоминаю, команда перемещается на первое место рейтинга. В случае поражений исключается из рейтинга и, возможно, в этом сезоне больше не сыграет. Ну а в финальной игре, напоминаю, будет играть команда Олеся Мухина. Но до вашей игры, господин Архангельская, господин Толывов еще надо дожить. Шестой раунд. Господин Рудер, вы знаете, в интервью перед началом серии ваши игроки очень по-разному отвечали на вопрос, кто ваш главный конкурент в этом сезоне. Вы считаете команду Андрея Козлова. Александра Золотова и Егор назвали команду Балаша Косумова, Никита Баринов и Эльдар Низамов команду Олеся Мухина. Но лично я поддерживаю точку зрения Евгения Фионова, которая считает главным соперником вашей команды команду телезрителей. Мигуты. Против вас играет Вера Спицкая, хутор Мигуты, Краснодарский край. Господин Фионов, вы сенсимонист по духу? Когда узнаешь, что значит это за слово, отвечу. Ну как, вы не знаете Анрии и Сенсимона? Ну, я знаю, что это утопист, но... Социалист, утопист, вы последователь его учения? Нет. А вот последователи Анрии и Сенсимона, извините, стремились добиться объединения всего человечества в одно нравственно-политическое общество. Они жили общиной и даже придумали свою одежду, которая имела одну отличительную особенность. Внимание, вопрос! Через одну минуту объясните, что это за особенность? Не было карманов, чтобы не воровали. А может быть, фуговиц не было, чтобы не было собственности стоять? Никит. Отлично. Похоже. Может, она одинаковая была. Может, она была даже размера одного. Может, про карманы красиво. А вот сшитые штаны вместе, чтобы обединировали. А карманы я понял, еще что-то есть. Один покроет? Один покроет для женщины-мыши. Никит. Он был, это тот, который реализовал, да? Там фалансер вот этого. Фалансер это версия фурье. Фурье, да. Кроме карманы и одинаковый покроет. знаковый покроет. Это что-то, что-то не было. А знаете, так вот, привязать как бы непонятно как кубицы. Может, чтобы тоже не выделялись или там направо-налево женщины с мужчинами равными. Что на страссе? Жили от нас. Матинки, какая именно одежда? Белая одежда. Белая одежда. Белая одежда. Чтобы не выделялись. Почему-то как-то так. Они должны объединенные быть все. Белая одежда. Все, тишина. Господин Рутер, кто будет отвечать? Константин, можно определить. Хорошо, я отвечу сам нашу версию, которую мы считаем правильной, может быть. Я думаю, что у членов этой общины на одежде отсутствовали карманы, чтобы... Отсутствовали карманы. Объяснять нужно, зачем были просто... Это как вы с вами борщевский скажете. Были карманы. Отсутствовали карманы. Теперь, внимание, правильный ответ. Отсутствовали карманы. Отсутствовали карманы, извините, да. Господин Рутер, вы знаете, ну, что будет дальше, этого никто не знает, но мне кажется, что это был хороший вопрос для того, чтобы взять дополнительную минуту на обсуждение. Мне кажется, что здесь есть что обсуждать. В одежде не так много вариантов можно придумать и можно было подумать с точки зрения объединения всего человечества в одно политическое общество. Можно было подумать. В общине, господин Рутер, все... Да, кстати, господин Козлов, этот вопрос в вашей игре не выпал. Вы сейчас ответили на него? Вы знаете, когда команда играет, я обычно просто наблюдаю за их обсуждением. Было понятно, что... Нет у вас идеи? Мы не обсуждали. Ну вот смотрите, в общине все должны помогать друг другу. А что в одежде может быть такого, чтобы человеку понадобилась помощь? Пуговицы, господин Барданов говорил, но не знал, как он сказал, но я их не знаю, куда пристроить. Егор, чувство взаимопомощи и коллективизма, по мнению Сен-Симониста, воспитывало одежда с пуговицами на спине, которые невозможно было расстегнуть самому. 3-3. 70 тысяч рублей получит Вера Спицкая, футер Мегуты, Краснодарский край. Ну что, седьмой раунд уже? Уважаемые телезрители, по окончании этой игры Сергей Новиков определит лучшего знатока, и вручит ему приз «Хрустальный атом». Росатом Корпорация Знаний. Господин Новиков, как вы считаете, вот команда сейчас, вы согласны со мной, что надо было попробовать на этот вопрос взять дополнительную минуту? Мне кажется, дополнительная минута им еще пригодится, да, при каком-нибудь драматичном счете, а сейчас пока 3-3, это хорошо. Вы довольны? промежуточным результатом. Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой, чтобы заработать очкостно, такие должны ответить на три вопроса подряд. Александра, внимание, вопрос первый. Армен Бинян из Самары спрашивает, давайте на него посмотрим, вот он, спрашивает, что латвийский писатель, сатирик, царь, меломед, назвал очень хрупкой вещью, ведь оно бьется. Сердце. Ну кроме сердца, что это? Время. Время? Вещание, очень хрупкая вещь, ведь оно бьет. Мысль. Ребята, в чем? Муха, стекло, царь, власть, корона, образ, царство, бьет, бьет, бьет. Доверие? Ну тут все, что важно? Совесть там, сердце бьет. Очень хрупкая вещь. Что еще? писатель. Очень хрупкая. Итак, тишина. Кто отвечает? Ну, ничего логичнее, чем писатель мог назвать хрупкое вещь сердце, мы не можем сказать. Сердце, а почему? Ну, оно не в прямом смысле, конечно же, бьется, просто, ну писатели, в том числе, очень люди, ранимые, эмоциональные, и образно сердце может разбиться. Да нет, Константин, бьется пульс. Оно бьется. Ну и в этом плане... Оно бьется, он же писатель сатири. Ну, сердце, сердце. Хрупкая вещь, она бьется, он же сатири. Он же не трагик. Господин, я прошу прощения, вот я поддерживаю господина Борщевского в его длинном выступлении в начале нашей сегодняшней передачи, что за столом была правильная версия, Егор Борданов ее правильно абсолютно озвучил, что сердце бьется. А капитан команды, и мне кажется, весь зал это видел, говорил, что сердце бьется именно как хрупкий какой-то сосуд. Господин ведущий, господин ведущий, это вот как раз блестящий пример того, о чем он говорил. Названо правильное слово, но абсолютно неправильное объяснение. Я это полностью поддерживаю. Я очень хорошо знал целью Меламеда, он имел в виду обе версии. Господин Верхошинский, да, я и господин, да. И тем не менее, господин ведущий, я вас помню. Да, господин Рудер давал ответ, и только когда вы сказали, что сердце бьется, он понял, что уже имела в виду его команда. Вы знаете, господин Верхошинский, господин Борщевский, я считаю, что мы не можем знать, как справедливо подметил господин Друсь, что именно имел в виду писатель-сатирик. Мы же интервью у него не брали. Просто у слова бьется есть двусмысленность. Он, может быть, и в этом смысле имел в виду бьется, и в этом смысле бьется. И я... А как, простите, сердце бьется... Разбивается от любви, например. Да, господин Низамов? У вас был такой эпизод в жизни? Был. Когда сердце было разбито от любви. Ну, не знаю, господин ведущий, если у вас вопрос про цемент и бетон вызвал сомнение, то в данном конкретном случае... Давайте не будем возвращаться к цементу, но просто я понимаю, что цемент не может затвердеть, но... Хорошо, давайте не будем отвлекаться. Я все-таки господин Новиков. Сергей. Да, господин ведущий. Вопрос был, что бьется от тех... Если еще вы скажете, что неправильно, тогда я, конечно, поменяю свою точку зрения. Конечно, я не скажу, что неправильно. Мне тоже, мне тоже кажется... Ответ сердца. Совершенно верно. Близ провожается. Внимание, вопрос второй. Евгений Щелоков из Риги интересуется, что французский писатель Эмиль Сувестр назвал рабом, принимающим любые подачки, но вымещающим, как и всякий раб, все свои обиды. желудок, совесть, совесть, любые подачки, желудок, желудок, сердце, собака, собака, обиды, она не вымещает, ну вот он принимает любые подачки, вручную, вручную, а как рука? Ну, она тоже раб, Итак, прошу, прошу ваш ответ. Но пусть будет желудок. Желудок. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Косумов, вы находитесь прямо за креслом Константина Рудера. И уже второй или третий раз, когда только звучит таймер, начинаете говорить версию господину Аскера. Я понимаю, что вы находитесь на таком же расстоянии от Константина Рудера, как и Равшам. Поэтому я вас прошу, не обсуждать, перемигивайтесь глазами или передавайте через Елизавету. Раб, принимающий любые подачки, но вымещающий все обиды, это желудок, господин Рудер. Блиц продолжается, решающий третий вопрос. Мишель Монтень утверждал, что справедливее всего на земле распределен ум. Ольга Лукашевич из Самары интересуется, как французский философ аргументировал это утверждение. Парушария, правая, левая, парушария, и правая, левая, парушария. У вас ничего много не бывает ума. Нету гениальных. Распределен сердце, желудок, мужчина, женщина. Распределен на правой наем. Мужчина, мужчина, женщина. Может, наоборот, что мужчина умнее женщин. У него есть два парушария. Тишина. Все, все. Кто отвечает? Евгений Феонов. Евгений Феонов. Прошу вас. Ну, мы предполагаем, что ум у нас живет в мозге, а мозг распределен на равные полушария, правое и левое. Итак, справедливее всего на земле распределен ум, потому что есть левое полушарие и правое, которые, по-моему, при этом еще и неравноценны. Теперь, внимание, правильный ответ. Мишель Монтень говорил, ум распределен на земле справедливее всего, ведь никто не жалуется на его нехватку или отсутствие. Так, сейчас все подумаем. Никто не жалуется, поэтому справедливо. Господин Борщевский, по духу они ответили неправильно. 4-3. Ольга Лукашевич из Самары получит 80 тысяч рублей от Банка Москвы. Без пяти двенадцать уже. Господин Роберт, пора заканчивать. Восьмой раунд. Счет 4-3. Константин, очень многое зависит от ближайшего раунда, потому что 4-4 и 3-5 – это очень разная ситуация. Да, господин Козлов? Это просто две большие и четыре маленькие разницы. Господин Новиков, если вдруг команда, Сергей, если вдруг команда проиграет, их что, увольнение ждет? Ну, господин предыдущий, конечно, нет. Причем здесь вообще работа и игра. Что вы смешиваете все в одну кучу? Давайте сверху посмотрим, очень важно, Москва или Муром. Москва. Против вас играет инженер-электрик Кирилл Смирнов, город Москва. Когда ты болеешь, все мы больны. Ты хрустальная печень страны. Внимание, вопрос. Что Андрей Вознесенский сравнил с печенью нашей страны? Ребят, пресса, политика, вот что-то такое. Территория какая-то. Байкал. Воду? Байкал. А почему ты болеешь, все мы больны? Сибирь не может. Почему? Она чистит все. Там леса, она чистит. А в серебре, ну, вырубают ее там, например. Когда ты болеешь, все мы болеем. Хрустальная печень страны. Нет, ну, хорошо. Нет, здесь не обязательно. Байкал, я понял, что еще. А почему когда ты болеешь, он не всегда болеет, Байкал. Как он может заболеть? Ну, это реальная проблема. Арктика, льды какие-нибудь вещи. Арктика, может быть. Хрустальная. Почему хрустальная? И что у вас у тебя лед? А как ты болеешь, аналог хрустальный? Что можно предложить? Лед какой-нибудь. Фигурист, я не знаю, что может быть еще. Что угодно можно придумать. У нас есть Байкал, фигуристы, хоккейная сборная. Сибирь, и что? Ну, кто-нибудь такой? Ну, почему? Мы сибирь. Господин Друзь, не поддакивайте, пожалуйста. Итак, господин Рудер, кто отвечает? Господин ведущий, ну... У вас есть помощь клуба? Да. У вас есть минута на размышления дополнительные? И есть возможность ответить сразу? Я прошу... Мы бы хотели попросить помощь клуба в данном вопросе. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Байкал, Байкал. Байкал. Байкал, когда он болеет, все страны болят. А почему он болеет, когда он болеет? Тишина. 20 секунд закончились. Итак, Константин, кто отвечает? Клуб нам подсказывает, что речь идет об озере Байкал. Даже говорят, что он и по форме похож в какой-то мере на печень. Когда ты болеешь, все мы больны. Как говорил Никита Баринов на первой или на десятой секунде. Байкал, ты хрустальная печень страны. Но вы решили послушать клуб. 4-4. За счет того, что вы сейчас взяли помощь клуба, инженер-электрик Кирилл Смирнов из Москвы получит от Банка Москвы компенсацию 90 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Девятый раунд. Константин, почему они решились-то? Мы между Сибирьей и Байкалом отбирали. А Сибирь хрустальная? Не хрустальная. Байкал тоже не хрустальный. Как это? Ну как, образно. Вот, он можно назвать хрустальным. Может быть, там как сердце тоже образно. 4-4. Ну и, кстати, Константин, 4-5 и 5-4 тоже большая разница. А сейчас 13-й сектор. Интернет против знатоков. За время прямого эфира телезрители прислали в 13-й сектор 41 443 вопроса. И сейчас компьютер выберет один из них. Так против вас играет Ирина Толмачева из Санкт-Петербурга. Не могу не отметить, что 13-й сектор сегодня выпал в полночь. Ровно. Внимание, вопрос. В Австралии построена электростанция на нестандартном топливе, добычу которого описал еще Пушкин. Назовите это топливо. Белка, да. Белка семечка грызет. Шелуха получается? Нет, белка, белка, колесо крутит. Нет, грызет. Белка семечка грызет. Что из этого уберем? А что там в Австралии? Орех, орех, орех. Это на совершенно... Это сам, Аракийш. Добычу которого описал. Добычу чего написал? Изумруда. Изумруды. А ты что? Как ты изумрудок это может делать? А солнце не может быть просто... Видите там, идем направо, песни заводят. Наливая сказку говорит, может быть... Да пухала Пушкина. Солнце. Это не стандартно. Стандартно уже считается. Там много где есть. Торф какой-нибудь. Нет. Там что есть? Там кролики есть. Там... В Австралии что мы отсюда можем сделать? И что? Алькалипта. Что? Какой ответ? А орехи что ли? Орехи? Добычу. Да не знаю. Оставите топливо. Что? Я не знаю. Как на этом делать? Я не знаю как топливо. Преломляется что-нибудь может быть там. На морское что-то. А, 3-3 богатыря. Итак, кто отвечает? Водоросли. Кто отвечает? Константин. Господин ведущий. Я думаю мы на этом вопросе. У нас сэкономленная минута есть. Ну как бы понятно что вопрос на экране. Да. Вопрос читайте. Прошу. Дополнительная минута ваша. Электростанция. Какая тина. Какая тина. Прилив отлива. Прилив отлива. Они собирают водоросли. И используют водоросли. А где? А есть просто прилив на тину? Тину что ли? Какая тина? Да, Пушкин. Они прилив на тину. А, да. А, сжигают эту тину? Да. Ну красиво. Понятно, дальше. А приливом боря сдуется бурливо. Мы поняли. У нас есть объяснение дальше. Что у Пушкина сочет вещи получали? Вернемся к нашим изогрудам. Если они... Орешки или Белка бегает, крутит колесо. Может они не солнце преломляют каким-то образом? Добыча тины? Ладно. Рыбы направляют. Ну, лотой. Золото. Бодрак там копался. Что? Да. А, закинуть Нива? Выше Нива с одной тиной. Рыба и тина. Нет, тина. Рыба. И попало там злата. И что они с тиной делали тогда? Вы слышите? Еще, кроме этого, что у нас может быть? Сказки какие-то? Что мы вспоминали? Ну, Белка с Белочкой я ничего не могу. Нет, я думаю, не Белочка. Тина, хорошо. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Итак, счет 4-4. Игра до 6 очков. И кто будет отвечать, Константин? А? Ну, я отвечу, да. Мы придумали ничего лучше, чем тина морская, которую Пушкин написал в сказке о золотой рыбке. Мы не придумали. Возможно. На морской тине. Ну, тин. Водоросли. Водоросли там, я не знаю. Ну, не знаю. Вы знаете, что 13-й сектор тут. Я даже вам подсказать ничего не могу. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Все-таки ореховая скорлупа. Это, наверное, Белка песенки поет и орешки все грызет. Господин Варенов, по-моему, вы говорили, да? Да кто только не говорил. Кто только не говорил, а решили тину. 5-4 в пользу телезрителей. Девяносто тысяч рублей получит Ирина Толмачева из Санкт-Петербурга. Десятый раунд. В сезоне 2015 года команда знатоков, которая по ходу игры проигрывает телезрителям, а телезрителям осталось набрать одно очко, то есть при счете 5, как сейчас, может попросить минуту на обсуждение в кредит. И если ведущие, а самое главное господин Верхошинский, согласятся ее предоставить, то команда знатоков ее получит, но будет обязана на один из последующих вопросов ответить без обсуждения. Мурав. Господин Верхович, можно секунду одну? Да, господин Верхович. Я хочу Пушкина процитировать. А скорлупки непростые, все скорлупки золотые. Орешки непростые, все скорлупки золотые. В них скорлупки золотые, да. Да, то есть ореховая скорлупа – это по Пушкину золото. Вряд ли на золоте работает энергетическая станция в Австралии. Ну, вот просто на полях хочу это объяснить. Нет, конечно, имеется в виду ореховая скорлупа, но золотые, вы же понимаете, что это имеется в виду, как бьется сердце. Мы же не знаем, в каком смысле имел в виду Пушкин. Описал Пушкин. Описал Пушкин, да. Или золотые настолько хорошие. Напомню, что там еще были ядра чистые изумруды. Так что там вполне золотые. Ну, тоже господин Сиднин. Это ж образ какой, чистые изумруды. Не знаю, что они из изумрудов. Конечно из изумрудов. Мы не знаем, что имел в виду Пушкин. Итак, против вас играет. Скорлупа клюет монету и пускает в ход по свету. Пушкин имел в виду золото. Там прямо написано. Из скорлупа клюет монету и пускает в ход по свету. Я понимаю. Друзья, предлагаю вам после игры, мы с вами увидимся, и вы мне дочитаете до конца. Но я не могу. Это вопрос телезрителя в тринадцатом секторе. Но кому-то повезло, кому-то не повезло. Это тринадцатый сектор, господа. А то вы уже привыкли выигрывать все подряд вопросы тринадцатого сектора. Я понимаю. Вы меня прерываете. Итак, Владимир Бударин из Мурома против вас играет. Внимание. Обыкновенный совок. Господин Рудер, на Олимпиаду в Берлине 1936 года многие делегации в качестве инвентаря привозили подобные совки. Внимание, вопрос. Для чего они были нужны спортсменам? Может быть, сажали они что-нибудь. Колонки стартовые, может быть, не было тогда. А, лёгкие? Красиво. Красиво. В Берлине 1936 год. Спорт с земли с собой взять. Да, с земли. Может, от стены. От берлинской стены. Да какое? Не было берлинской стены 36 год. Может быть, они сажали что-нибудь. А где они разравнивают, например, где прыщики? Спортив длину. Они, может, из стад посадить там. Спортивный инвентарь красиво. Как они его используют? Кроссовки одеваются. Не было поддержек. Летняя Олимпиада. Что Его говорит? Не было поддержек, как Никита говорит, у бегунов со старта. И они... Прошли в длину, может быть. Мир совок равняется. Многие брали. Многие брали. Разные виды. Разные, да. Инвентарь. Играть ещё чем-то можно. Ну, как ложечка. Какую ложечку? Какой инвентарь? Кроссовки. Что кроссовки? Что они с ними делают? Одевать проклошечка? Ложечки не было. А почему они без шнуровки? Нет. Итак, полная тишина. Кто отвечает? Тишина в зале, я очень прошу. Прошу, Константин. Ну... Отвечает кто? Вы сказали по поводу того, что у нас есть минуту в кредит. Можно попросить у господина? Можете попросить минуту в кредит, но тогда вам нужно будет на следующий вопрос отвечать без обсуждения. Господин Рудер, вы берёте минуту в кредит? Ладно, я рискну, пусть будем отвечать. Никита Баринов ответит, говорит. Всё-таки не стали брать. Прошу. Господин Козлов, хватит строить рожи. Да я... Извините. Извините, я не вам. Я вообще вот с Леной... Нет, нет. Мы всё с телезрителями видели. Итак, тишина. Прошу, Никита, ваш ответ. Ничего умнее, чем использовать как колодки примитивные, мы не придумали. Что вы имеете в виду? Ну, стартовые колодки, как сейчас спортсмен с низкого старта стартует, там есть специальные колодки. Ну... А совок? Ну, не знаю, там втыкается, например, в беговую дорожку и я от него отталкиваюсь. Ну, такая у нас версия. Втыкаете в землю и от него отталкиваетесь. Да? Да, я имел в виду именно это. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну, господин Борщевский, ну вы сегодня как задали в начале передачи. Так, продолжаем. Итак, господин Барин, я понимаю, что вы волнуетесь. Ну, для чего нужен совок? Вообще, в принципе. Ну... Давайте рассуждать логически. Копать, наверное. Чтобы вырыть ямку. И стартовать оттуда, получается. С помощью совков на Олимпиаде в Берлине бегуны делали своеобразные, но стартовые колодки. Ямку, но отталкивались не от совка, а вырывали ямку, и это было стартовой колодкой. Господин Борщевский, и что вы теперь на это скажете? Вроде стартовые колодки, но отталкивались от совка. Идея, идея правильная. Стартовая колодка. А от совка отталкиваться не надо. Совок — это наше прошлое. Господин Новиков, ну это вам за тринадцатый сектор. Да, господин Дракошинский, вы что-то хотите сказать? Господин Владимирович, я не разделяю всеобщего оптимизма, я прошу прощения. Вот мы с господином Новиком и Ильей здесь стояли, так и между собой шепотом обсуждали этот вопрос. Как раз на первой секунде появилась версия стартовой колодки. Я говорю, а как же так отталкиваться? Говорят, отталкиваться, они вывалятся, ямочку копают и побежали. И, как я понимаю, дали ответ — отталкиваться от совка. Правильно? Нам хорошо стоит играть с вами, господин Дракошинский. Что вы говорите, господин Новиком? Я говорю, что нам здесь хорошо стоит играть и ослабленно. Да, команде все-таки надо делать скидку. Вещать 4-5 на правильность идеи. Я не знаю, скидки, кредиты, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень симпатична эта команда, но Никита, отвечая, сказал, что да, я отвечаю, что он отталкивался от совка. Никита, правда же? Я сказал, что совок используется для того, чтобы это было колодкой. Совок, а не ямка, от которой отталкиваются. Господин Дракошинский. Господин Дракошинский. Господин Дракошинский. Господин Дракошинский. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что… Нет, ну послушайте меня. Вот давайте мы с вами рассудим логически. Счет 5-4. Если мы сейчас не засчитаем на правильный ответ стартовые колодки ответ стартовые колодки, то я боюсь, что никто нас, кроме нас с вами, даже если буду придерживаться вашей точки зрения, просто нас больше никто не поймет. Стартовые колодки – это стартовые колодки. Как именно? Но они же, в конце концов, не обязаны знать, как именно они делали стартовые колодки. Я не знаю, господин Дракошинский, за этим столом, по-моему… По-моему, господин Дракошинский. Да, господин Дракошинский. За этим столом половина физиков, ну или, по крайней мере, людей с техническим образованием. Но вот во что надо воткнуть эту штуку, чтобы она крепко держалась, чтобы использовала это как упор для старта бегуна? Скажите, пожалуйста. Владимир, вы знаете, я, господин Новиков Сергей, всегда обвиняет, вы всегда слушаете Верхошинского и никогда не слушаете меня. Нет, сегодня день… Давайте сегодня сделаем… …и не слушаем Верхошинского, ну правильно. …и сделаем исключение. 5-5. Ваши права. Ваши права. Ваши права. Господа, ну я еще раз хочу повторить, уважаемые телезрители. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я не могу. Команда, если проиграет, а для нее практически закончится сезон юбилейный, в который она вышла, фаворитов. И я скажу, почему они проиграли, потому что они на стартовые колодки ответили стартовые колодки. Ну это выше моих сил, ну просто выше. При всем моем характере. Одиннадцатый раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Косумов, я хочу сказать, что вы через неделю, ваша игра, я надеюсь, что вы будете как-то поточнее формулировать. Смотрите, чем мы сегодня занимаемся целый день. Господин ведущий, я как раз хотел попросить вас вот этот новый подход. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не обязан их все знать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, господин Косумов, вы считаете, что надо было… тоже считаете, что надо было не засчитывать? Нет, наоборот, наоборот, надо было засчитывать. А, просто чтобы он и на вас распространялся тоже. Я имею в виду, что вот… Санкт-Петербург. Я хотел, вернее, господина Верхошинского попросить, чтобы после нашей игры можно пересмотреть… Господин Косумов, не волнуйся, на следующей неделе я в командировке буду. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, все, тишина, господа. Тишина. А у вас была дополнительная договоренность, что господин Верхошинского не будет через неделю? Я так понимаю, Ваш так обрадовался. Друзья, давайте мы перейдем к игре. Счет 5-5. И против вас полная тишина в зале, я прошу. И против вас играет студентка Анна Иванова из Санкт-Петербурга. Внимание! Странный Зайц. Внимание! Вопрос. Чьим именем назван музей, в котором выставлен этот Зайц? Барон Мюнхгаузен. Слепнер! Слепнер! Восемь! 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 Барон Мюнхгаузен, у него был рассказ, где Зайц бежал восьминоги. Точно было. Он бежал за восьминогием Зайцем и не мог догнать, потому что он переворачивался. Он не пустит! Я не знаю! Восемь! Восемь! Посчитай! Восемь я вижу! Ну что там, кроме осьминога? Хорошо! Я говорил, что его нет восьминога! Если ты знаешь факт! На экране есть что? Хорошо! Просто камера! Полус камера! Почему он на деревяшке стоит? Почему вы по дереву убили? Чьим именем? Он на зеркале? Что там сверху? Что это такое, стекло просто? Ну это в чем-то. Он не отражается. Ну, стекло, конечно, праздник. Это музей, это нормально, ребята. А чего это музей, может быть? Оргенетский музей. А всякий мюнхгаузенский музей. Может быть, вылезли до бесконечности? Какой-то ловился. Ну, может, это кто? Мендель. Мендель. Итак, кто отвечает? Евгений Фионов. Прошу вас, Евгений. В детстве читал сказку про барона Мюнхгаузена. Среди его необычных историй было, как он гнался за восьминогим зайцем. Восьминогий зайц... Ну, в итоге, не помню, что с ним произошло, но я вижу восьминогого зайца. Мы считаем, что музей назван именем барона Мюнхгаузена. 6-5 в пользу атаков. Команда... Команда Константина Рудера в этой тяжелой игре. Многовариантный, я бы ее назвал. Одерживает победу и поднимается на первое место весеннего рейтинга команд клуба. А также становится главным претендентом на участие в финале летних игр. Вот имена победителей. Александра Золотова. Никита Баринов. Егор Бартанов. Евгений Фионов. Ельдар Низамов. И Константин Рудер. Поздравляю вас. Господин Новиков, кто был сегодня лучшим? Кто получит «Крустальный атом»? Господин ведущий, несмотря на то, что философы, филологи, литераторы тянули команду вниз, я очень рад, что Евгений Фионов читал в детской сказке «Менталзе» и сказка «Мусс». Господин Веркашинский, а кому достанется приз за лучший вопрос? 150 тысяч рублей от Банка Москвы. Вера Спинская из «Хутра Мегуты». Вопрос о пуговице. О пуговице. 150 тысяч рублей. 100 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает на специальный вклад Банка Москвы в призовой фонд финала года. Теперь в этом вкладе 891 тысяча рублей. Следующая игра весенней серии состоится в следующую субботу, 4 апреля в 23 часа на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда Балаши Косумова. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Господин Рудер, ну какое-то впечатление такое странное от победы у вас нет? Нет. 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 gingerbread,nicous, нет. Нет. emit 맡ата,imes, -